Полиция Адыгей устанавливает очевидцев наезда на велосипедиста в городе Майкопе. ДТП произошло в начале этого года 23 февраля. В тот день около 17 часов 20 минут на пересечении улиц Пионерской и Адыгейской в Майкопе водитель Мерседеса допустил наезд на велосипедистку. В результате дорожно-дранспортного происшествия 67-летней женщине причинено телесное повреждение, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью. Следствие просит лиц, обладающих любой информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться по телефону в Майкопе 52-30-71-8-967-308-00-07. МВД Падыгей проводит второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». На этой неделе полиции возбуждено несколько уголовных дел по фактам незаконных операций с запрещенными веществами. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу получили информацию, что 18-летний местный житель может хранить запрещенные вещества. Во время осмотра дома Майкопчанина оперативники обнаружили сверток с высушенной растительной массой. По заключению экспертов, содержимым оказалась марихуана массой более 30 граммов. Возбуждено уголовное дело. Аналогичное процессуальное решение принято подразделением дознания отдела МВД России по Геогинскому району в отношении 33-летнего местного жителя. Как и в предыдущем случае, мужчина незаконно хранил около 20 граммов наркозелия. Полиэтиленовый пакет обнаружен в тайнике в одной из комнат его дома. Каждому фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Напоминаем, что акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится с 19 по 30 октября этого года. Если вам известно о фактах незаконного оборота наркотиков, полиция просит незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть МВД по республике Адыгея по телефону Майкопе 57 17 27 59 62 48 59 62 54 или на 02 с мобильного 102. В МВД по республике Адыгея продолжают поступать обращения с благодарностью в адрес сотрудников ведомства, проявивших профессионализм и неравнодушие к проблемам людей. Об одном из них в материале нашего корреспондента Вадима Гаркова. Благодарственные письма и отзывы поступают как от жителей, так и от гостей республики. Граждане рассказывают о работе представителей различных подразделений ведомства, оперативников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспекторов ГИБДД. Таким образом, те, кому полицейские пришли на помощь, выражают свои положительные эмоции и признательность. По данным республиканского МВД, с начала 2020 года в адрес руководства ведомства от граждан и организаций поступило 47 обращений с благодарностями в адрес сотрудников полиции Адыгеи. По статистике, за профессионализм, оперативность и чуткое отношение, большая их часть адресована инспектором Дорожно-патрульной службы ГИБДД. На днях именно такое обращение поступило от жительницы Ростовской области. Она отметила капитана полиции Азмета Конокова, лейтенантов полиции Залима Шамахова и Мурата Нахушева. Вспоминая те события, офицеры считают, что проблемы со здоровьем могут наступить внезапно и от своевременной помощи специалистов зависит жизнь человека. Во время несения службы к нам обратился мужчина с просьбой помочь ему, так как у его отца резко ухудшилось состояние и подозрение на инсульт, с просьбой сопроводить их в ближайшую больницу. Полицейские доложили о произошедшем в дежурную часть и сопроводили автомобиль до центральной районной больницы. В плотном транспортном потоке на автодороге, ведущей в туристический кластер Адыгеи, инспекторы ГИБДД использовали проблесковые маячки и спецсигналы, что позволило обратившимся за помощью гостям республики в кратчайший срок добраться до медучреждения. Автор обращения искренне рада, что в органах внутренних дел Адыгеи работают такие отзывчивые и неравнодушные люди. Вадим Агарков, Беслан Хуаджоков, программа Вести, дежурная часть. ...фактах и событиях в ведомстве. В риом министра Мурадин Брантов принял участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Адыгеи. С докладом выступил начальник управления ГИБДД, полковник полиции Александр Курпас. Он рассказал о состоянии аварийности на дорогах республики, об участии госавтоинспекции в реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», о запланированных мероприятиях в части повышения безопасности на дорогах. Статистика о состоянии преступности в России за 9 месяцев 2020 года указывает на сохранение тенденции снижения числа некоторых категорий преступлений. Адыгея – один из регионов, в которых фиксируются наименьшие темпы прироста числа противоправных деяний, снижение на 14,1%. Удельный вес преступлений в общественных местах, в общем числе зарегистрированных, также один из самых наименьших по стране – 12,7%. Сотрудники ГИБДД Адыгеи и волонтеры провели профилактическую акцию «Стоп коррупция». Они напомнили водителям и пешеходам, что получение и дача взятки являются одними из наиболее общественно опасных экономических преступлений. Участникам вручили памятки с информацией об алгоритме действий при столкновении с коррупционными проявлениями, в которых указан номер телефона доверия МВД по Республике Адыгея – 59-64-88. МВД по Адыгее напоминает. Указом президента России 12 мая 2020 года номер 322 внесены изменения в указ от 22 июня 2006 года номер 637 о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. А приказом МВД России от 1 августа 2020 года номер 541 утвержден административный регламент по предоставлению госуслуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Подробная информация на сайте МВД по Республике Адыгея. На прошлой неделе учащиеся полицейского класса продолжили знакомство с деятельностью МВД. В этом сюжете речь пойдет о пресс-службе и отделе по контролю за оборотом наркотиков. Сотрудник отдела информации и общественных связей ведомства майор внутренней службы Вадим Агарков рассказал старшеклассникам об истории ее создания, основных задачах и роли в информационном сопровождении деятельности ОВД. Он подробно остановился на функционировании сайта МВД по Республике Адыгея и работе с ведомственными аккаунтами в соцсетях. Важной составляющей частью деятельности подразделения является взаимодействие с общественным советом при МВД по Республике Адыгея. Его представители принимают участие в имиджевых акциях, инициируемых как самостоятельно, так и отдельными службами в министерстве. Об особенностях работы по противодействию незаконным операциям с наркотиками и контролю за их легальным оборотом рассказали офицеры полиции Игорь Бутенко и Елена Данилова. В профилактических целях будущим полицейским продемонстрировали видеоролик, в котором подробно рассказано о том, как несовершеннолетних вовлекают в употребление и распространение наркотиков. Ни один из вопросов ребят не остался без ответа. В прошлой передаче мы коротко рассказали о победителе регионального этапа конкурса «Народный участковый-2020» Арсене Шибзухове. Позже сотрудники нашей съемочной группы побывали на его участке и взглянули на работу офицера, что называется, изнутри. Тем, кто его не знает, знакомьтесь. Шибзухов Арсен Амирбиевич, старший участковый уполномоченный полиции Майкопа, старший лейтенант полиции. Арсену 31 год. На службу в органы внутренних дел он пришел в декабре 2012 года. Имеет высшее юридическое образование. В должности участкового с апреля 2016 года. За достигнутые успехи в служебной деятельности неоднократно подширялся руководством МВД по республике Адыгея. Очень отзывчивый. На любые жалобы, на любые звонки. Пусть это будет даже в выходной день, пусть это даже будет в отпуске. Арсен убежден, что стать лучшим участковым уполномоченным полиции республики ему помогла ежедневная кропотливая работа с людьми на его участке. Необходимо каждый день общаться с людьми, каждый день беседовать с профилактируемыми лицами, каждый день заходить в магазины, в аптеки, спрашивать у людей, что их беспокоит. Работы участкового всегда достаточно, но небольшой опрос в ходе съемок этого сюжета показал, что граждане его знают, ведь он всегда внимательно относится к их проблемам и чаяниям. Из всех участковых, которых я встречала и которые менялись неоднократно, это лучший сотрудник нашего участка. Теперь Арсен Шебзухов представит Адыгею в третьем финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2020», который пройдет на федеральном уровне. Хотим вместе с вами пожелать удачи Арсену Шебзухову в финале конкурса. Перед началом голосования мы обязательно проинформируем об этом. Субтитры создавал DimaTorzok